В День Победы мы вспоминаем наших солдат и офицеров, которые мужественно сражались и победили немецко-фашистских захватчиков, отстояв честь и независимость нашей Родины. Победный май дорог для нас, потому что для всех Великая Отечественная война очень много значит. Это и горечь утрат, они есть практически в каждой семье, и радость освобождения от власти жестокого неприятеля. В День Победы все жители России, кубанцы и славянцы откладывают все свои дела, чтобы принять участие в шествии бессмертного полка, чтобы с гордостью пронести портрет фронтовика, своего родного человека, деда или прадеда. Именно это шествие, памятное для сердца, объединяет всех нас от мала до велика, потому что дает чувство сопричастности нашей великой истории. В каждой семье есть мужественные герои войны, память о которых священна, о них помнят, их любят и гордятся их подвигами. Гордость за наших дедов и отцов просто переполняет. Они выстояли такую войну. И наше поколение, мы должны сейчас доносить до внуков и до всего, что была такая великая война, что не нужно переписывать историю, не верить никому заграничным. Я горжусь, мой дед Василий Павлович, он дошел до Берлина, он сам логови удавил его, пришел домой и здесь еще подымал колхозы. Я очень горжусь тем, что мой дед фронтовик защищал нашу родину, и поэтому в честь памяти его, в честь памяти всех фронтовиков, я хочу сегодня вместе с ним пройти это шествие в День Победы. У меня отец и дед воевали, дед с самого начала войны, отец 43-го года. Дед воевал здесь, под Анапой, Новороссийска, на Малой земле, со своим сыном старшим, он погиб тоже, а дед остался жив. А отец мой в 43-м году был призван и закончил в Варшаве войну. Конечно, сделано ими столько, что в уме это не укладывается, такие тяготы, лишения перенесли. Я пришел на бессмертный полк, чтобы почить память и дань уважения моим прабабушке и прадедушке, так как они принимали участие в партизанском движении. Мой дед, городецкий Пантелея Алексеевич, прошел какую-то часть войны, но жаль, очень быстро погиб Чехословакия. А мой вот самый любимый свекор, Загребаев Виктор Григорьевич, он уже умер в наше время, тоже прошел так много. В общем, всю войну прошел и прошел, аж оказался где Амур, вот туда, где ближе к границе. Мы их любим, чтим. Мой дед Казимир Яковлевич воевал в 132-й стрелковый полк, 27-я стрелковая дивизия, 2-й Белорусский фронт. Даже есть у меня на обратной стороне приказ, я нашел в архиве, где за бой, взятие порта Гдыня, проявил мужество и героизм, был награжден медалью за отвагу. Мой дедушка Гарбус Григорий Аникевич, родом из станицы Переяславской, он из кубанских казаков, воевал с первого дня Великой Отечественной войны, воевал на Украинском фронте, ушел в 41-м году, освобождал Ростов, освобождал Кубань, дошел до Бедлина. Очень волнительно находиться здесь вот и пройти с портретами своих родителей, которые защищали нашу Родину, не щадя своего здоровья. И папа, и мама у меня оба участники войны. И познакомились они тоже на фронте, встретили вместе День Победы и приехали в этот прекрасный солнечный город Славянск-на-Кубань. Это мой прадедушка Восриков Сергей Дмитриевич, он призывался на войну из Тамбовской области, села Токаревка. Позже уже стало известно, что он погиб. Какие обстоятельства, мы, к сожалению, не знаем. Но с детства мы очень благодарны своим родителям, что они привили нам чувство патриотизма и чувство долга перед теми, кто подарил нам жизнь, кто подарил нам этот светлый праздник. Хотелось бы поблагодарить всех ветеранов, низкий им поклон. Несколько тысяч славянцев и гостей города, всех возрастов, от совсем еще юных до убеленных сединами, прошли в колоннах Бессмертного полка по главной площади нашего города, чтобы почтить память солдат Великой Победы и еще раз сказать им огромное спасибо за нашу счастливую мирную жизнь. Бессмертный полк – это поистине народная часть Парада Победы, и он давно уже стал ожидаемым радостным событием, которое объединяет всю страну. И стар и млад опять в строю идут, участвуя в торжественном параде, портреты победителей несут. Бессмертие – всем лучшая награда. Бессмертный полк, который год в строю, и не забыть, как на войне далекой, герои не щадили жизнь свою, и в вечность уходила их дорога. Возложение живых цветов к непотухающему вечному огню и к мемориалу павших за Отечество всегда заставляет учащенно биться сердце. Это скромная дань памяти и благодарности солдатам и офицерам Великой Отечественной войны. Ты помни, путь к победе был непрост, кровавою была ее цена. Ты помни, Бухенвальд и Холокост, и смерть, и страх, что сеяла война. Ты помни посидевших матерей, солдат, не возвратившихся домой. И похоронки забывать не смей, все это надо помнить нам с тобой. Какой ценой победа нам досталась, ты помни, никогда не забывай. Ты помни, никогда не забывай. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Специально для праздничного выпуска программы «События». Субтитры создавал DimaTorzok